На медни тосковал, молился. Ну как молился? Просто Господа хвалил, восхищался благодатью. Я говорю, Господи, спасибо Тебе. Я-то раб ничего не стоящий, так себе, пыль дорожная. А то ведь и мысли возникают. И что самое непостижимо высокое, и науке недоступное. Во мне, в пылинке этой, Ты соорудил такую лабораторию, что я Тебя, Бога богов, Творца бесконечной вселенной, принимаю, с Тобой беседую. Иногда даже спорю. Ну, это, конечно, по неразумию. Однако и спор ведь мой вызывает оторопь. Как вообще это возможно, чтобы пыль из-под сапога чего-то там судила, рядила, требовала, мечтала, плакала об ошибках и, срывая спину, пыталась бы жизнь свою в порядке содержать? Господи, как же Ты добр, таких не бывает. Ты, как Отец, даже лучше Отца. Ты действительно Любовь. Скажу это слово, и язык прилипает к гортане. Отец мой небесный. И захватывает дух, и дрожь по коже. Ничего себе! А знаешь, Господь, какую благодать я переживаю, когда среди распада и разврата я Твое имя произношу. И Ты будто в свою руку меня берешь, и никакая злая воля уже не может потревожить меня. Будто в жерле бушующего вулкана Ты мне сотворил келью покоя, ароматную, светлую, тихую, и назвал эту келью Любовь. И стихает шум вокруг, и тьма исчезает, возникает свет, тепло, мир, радость. Спасибо Тебе, Господь!